Продолжая тему, которая обсуждалась до этого вчера и сегодня, я тоже, так скажем, вношу немножко свою лепту, название, так скажем, доклада «Фанатизм. Его причины и следствия». Но я буду, наверное, больше говорить как практик, который непосредственно имеет хороший опыт работы с людьми, как прихожанами, так и студентами, шокерами, клиентами, как и что может действительно способствовать этой проблеме фанатизма, который может потом уже вылиться и в экстремизм, про который говорили. Уже как практикующий психолог, мне кажется, недостаточно уделяется внимание именно той группе, той сфере, где можно сделать больше результат, так скажем, предотвратить эти проблемы, то есть вводить профилактику. Все, что, так скажем, вижу, слышу, читал, больше это направлено трудов, статей и книг на непосредственно, кто уже, так скажем, находится в этой проблеме, в зоне этой опасности. И в некоторых уже степенях, стадиях эту опасность, мы, простые, так скажем, люди, не можем как-то ей противостоять, и, возможно, уже будут должны заниматься какие-то другие силовые структуры. А вот то, что в наших руках, то, что мы, будучи, как скажем, психологами, педагогами, родителями и просто гражданами можем делать, я хотел сегодня немножко акцентировать на этом и говорить про это. И все-таки немножко из теории я хотел привести то, что вот выбирал и понравилось, как бы является ключом тому, что, к чему я хочу привести. Из терминологии, то есть слово фанатизм, от слова фаникус, от греческого слова, латинского слова, то есть священное место, термин святоша, ханжа, иступленный, изуверский, самобродный, яростный, иногда вдохновленный. И вот самое дальше пойдет важное, на чем я хотел бы акцентировать. Произведенным от прилагательного существительного вначале стали назвать такое подчинение какой-либо религиозной идее, которая сопровождалась готовностью ради нее жертвовать собой и одновременно требовать от других безусловного ей подчинения. То есть, если возвращаться к этому определению, что пока, если человек готов, есть у него жертвенность ради какой-то религиозной идеи, это еще не значит про фанатизм. Потому что, в принципе, жертвенность, вся религия строится на жертвенности. Если человек идет в мечеть или в церковь или какое-то место, он жертвует своим временем, своим средством, встает на внутреннюю молитву, жертвует своим сном, дает подаяние нуждающим, жертвует своим имуществом и так далее. А вот когда уже с этой жертвенностью появляется безусловное желание подчинения других этой идее, вот уже здесь, получается, начинается возникать вот этот фанатизм. Потому что, исходя из исламской религии, основа в Куране прописана, что в религии нет принуждения. То есть, человек не может кого-то принуждать к чему-то. И вот этот термин «определение» можем, как скажем, взять для себя, для того, чтобы смотреть себя, смотреть других, где есть тенденция к этой проблеме. Потому что оно же как снежный ком получается. Начинается с маленького, потом все больше, 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 и может стать снежной лавиной. Поэтому, если мы будем бдительны самим себе, в первую очередь, и тем, кто вокруг нас, не возникает ли вот эта тенденция желания навязать свою идею, свое мировоззрение, свой образ жизни другим? Если это какая-то тенденция появляется, то, значит, здесь мы можем работать и нужно работать, если это в нас, со сами собой, потому что мы не знаем, что нас ожидает, к чему может прийти какие-то наши тенденции и увлечения. И как уже упоминалось в предыдущих, что, в принципе, фанатизм, он, так скажем, это состояние психологическое, можем сказать, состояние человека. И уже не столь важно, в какой обличии, в какой она форме проявляется. И здесь слова Бердяева, мыслителя прошлого, конца позапрошлого века, хотел бы привести по поводу фанатизма. И он говорит, нетерпимые и фанатики обыкновенно бывают страшно ортодоксальные. Все равно, какие? Католики, православные, марксисты. В ортодоксальности этой происходит окостенение веры, прекращение движения жизни. То есть разницы нет, если у кого-то получается вот это, есть уже благоприятная почва в нем, в его душе, в когда, в какое время, какое зерно попадет, в зависимости от той среды, где он живет, от той эпохи, в которую он попал, и так далее, и так далее. Результат может быть один. То есть человек может прийти к фанатизму, дальше прийти к экстремизму. Если же мы будем больше уделять внимание, что какие же причины могут быть благоприятным условием, какие тенденции могут человека готовить к этому и работать над этим, а это очень серьезные, фундаментальные вещи, которые закладываются в человека уже, скажем, с первых дней рождения, то мы сможем не только предотвратить эту проблему сейчас, мы сможем ее, то есть запустить механизм, который будет противодействовать созданию благоприятных условий в дальнейшем. Может, плоды, которые мы сможем здесь сейчас сделать, они, то есть семена, которые мы сейчас посеем, каких-то дел, они, может быть, через сто лет все равно будут работать и будут способствовать тому, что люди будут обезопасены от этих проблем, потому что история человечества непредсказуема, когда, какие идеи, какие ураганы, революции, войн, перевороты могут возникать, и человек в какую тяжелую ситуацию может попасть. Но если он будет уже в определенном состоянии, не будет в группе риска, не будет среди слушателей, то он будет обезопасен от фанатизма. Исходя из своей практики, пришел к такому из того, что читал, из того, что работал, причиной любых проблем, человеческих психологических проблем, это в основе лежит инфантильная личность, то есть личность, которая не дошла до зрелого возраста состояния. Потому что зрелый человек, он, в принципе, практически в любых ситуациях может совершить свою зрелость, взрослость, адекватность, человечность и так далее. Исключая, может быть, какие-то крайне экстремальные ситуации. То есть сюда из-за инфантильной личности много что можно включить. Отсутствие целей в жизни. То есть человек становится свободным, не знает, куда себя приложить, чем заняться, чем зарабатывать, что учить и так далее, и так далее, и так далее. То есть вчера только была клиентка, которая поступила в один учебный вуз, мечтала про другой, получилось там, как говорится, общим усилием поступила она в этот вуз и в сентябре же поняла, что для нее это не ее. И теперь она в достаточно тяжелом депрессивном состоянии. То есть она и уйти не может, заложница, тому, что что скажут все остальные родственники, и все остальное, и учиться тоже не может, потому что, ну, понимает, вроде это не ее. Вот у ней вроде бы, как, скажем, цель была, но эта цель не ее была. Эта цель чья-то была, списанная была. Поэтому человек, отсутствие личных его осознанных целей жизни приводит к тому, что он стает или становится свободным, или занимается тем, что не является им, и, естественно, приходит разочарование, вследствие которого он может вот искать утешение где-то в чем-то, в каких-то сильных идеях. Неумение выстраивать отношения. То есть очень важное качество для человека – это выстраивание отношений. И чтобы выстраивать отношения, как любое дело в этой жизни, человек должен уметь это. Естественно, человек, инфантильная личность, то есть еще ребенок в обличии взрослого человека, он не будет искать причины в себе. То есть взрослый человек только ищет причины в себе. Ребенок не будет искать причины в себе, будет искать причины в других, и, естественно, будет отдаляться от того общества, которое его не устраивает. Ища в себя другого общества, которое готово его принять таким, какой он есть. Низкая самооценка. Я здесь указал низкую самооценку, явную и скрытую. И, то есть, скрытое имеется явно понятно. То есть, человек, который о себе не может заявить, да, я вот такой, такой, какой он есть. То есть, он начинает сомневаться, он начинает свои заслуги обесценивать, начинает, когда есть возможность получить то, что он профессиональным, материальным, то, что он заслуживает, он начинает это оставлять, что это незаслуженно, и так далее, и так далее. Скрытое – это когда у человека, наоборот, завышена самооценка. То есть, если завышена самооценка, за ней обязательно стоит низкая самооценка. То есть, низкая скрытая самооценка, завышенная самооценка – это гордыня, тщеславие, высокомерие. За любым высокомерием стоит вот эта инфантильная личность, и всегда она будет в первой группе риска под любые фанатические идеи. Потому что этой слабой личности нужен сильный стержень, нужна сильная оболочка, чтобы скрыться под этим. Отдельно опять высокомерие ввожу, потому что это, скажем, в религии, в исламе, в христианстве, оно является грехом. И иногда человек, впадая в этот грех, в высокомерие, они иногда всегда, в принципе, он не знает этого, он не понимает этого. Если говорить про сути высокомерия, возвращаясь к высказанию пророка Мухаммаду, что высокомерие – это непризнание истины и видение себя выше других. Непризнание истины. То есть этому человеку, если у него уже проявилось качество высокомерия, он, скажем, впал в эту идею, то с ним разговаривать очень трудно. Потому что он истину не признает и видит других хуже себя. То есть как можно слушать того, кто не является профессионалом в этой сфере? То есть профессор математики, как он может слушать замечания первоклассника или любого школьника. То есть я профессор, говорит, а ты кто? Вот позиция любого, в принципе, фанатика, она в таком положении. То есть он смотрит на всех остальных, кто вы такие. Вот я, скажем, миссия, я что-то, то-то, а вы кто такие? Поэтому очень тяжело дискутировать с такими людьми. И очень опасно, так скажем, дискутировать с такими людьми, которые, если человек, который желает дискутировать, не имеет достаточно профессиональности, знаний и подпадает под опасность того, что его могут самого склонить к этому. Нетерпимость. Нетерпимость, так скажем, это плод высокомерия. То есть зачем я буду тратить время говорить такая личность на то, что высказывает твой бред? И нетерпимость действию. Не будет ждать, пока его слушатель станет каким-то таким, а будет, то есть его силой вести к тому, что желает. То есть нетерпимость во всех формах. И все, что мы сказали и сказано, написано про фанатизм, экстремизм, она будет входить в вот эту инфантильную личность, которая, ну, не дозрела, не дошла. По своему опыту уже, так скажем, работы психолога и анализа того работы, который был у меня с прихожанами, с учениками, уже с точки зрения психолога огромное количество, можно сказать, 99%, все остается, вот эта, скажем, группа остается желать о ней лучше, чтобы она дошла, росла к какой-то зрелости. Кто-то меньше, кто-то больше. И это печальная ситуация нашего общества, когда мы пожинаем плоды той, скажем, тоталитарной системы, в которой мы жили. Потому что в словах Бердяева говорили, что и марксисты, то есть идеология, которая была в нашей стране, она не давала возможность формироваться здоровой личности. Она должна была быть фанатичной. То есть с детства, с садика, со школы формировалась фанатичность какой-то идеологии, так скажем, существующего строя. Естественно, человек, который привык к какому-то шаблону, воспитан в каком-то шаблоне, ему сложно принять другой шаблон. И когда рухнул тот шаблон, который был, естественно, души начали искать готовую систему, которая бы взяла под свою тень, которая бы сильная идея, которая бы заменила ту идею, которая ушла их из жизни. Да, конечно, те, которые, скажем, взяли какую-то идею, пусть даже религиозную идею, она как бы несла в себе более уже практичную, более такую продуманную жизненную идеологию. Но в любом случае, если человек заражен этим высокомерием, нетерпением, он любую идею под себя подстроит, сделает. То есть он возьмет внешний фактор, оставив внутренний, про который говорили, то есть есть внутренняя религиозность, есть наружная религиозность. К сожалению, даже в принципе в любой на сегодняшний день существующей религиозности очень большой процент существует только внешней религиозности. То есть попытка загнать религию из одного формата в другой формат не говорит, что она решает проблему. Она решает проблему. Она еще усугубляет проблему, потому что души людей, невозможно их контролировать. Тем более в наш современный мир, когда информационный доступ огромный. И поэтому здесь вот метод, метод, который часто используют, предостережение от каких-то идей, предостережение от каких-то групп, предостережение от каких-то людей является прямым посылом того, чтобы призыва, то есть скрытой формы призыва. Примером даже можно привести из истории пророка Мухаммада, когда он находился в Мекке и был лишен возможности доступа к паломникам, которые приезжали в Мекку, потому что его, так скажем, притесняли. И пророк, саллаху али-и-саму, у него была озадаченность, как довести до паломников информацию о том, что к нему пришло пророчество. Но по милости Всевышнего, те же его оппоненты, те же его противники, курайшие, начали сами идти к людям и предупреждать, чтобы они в коем случае не ходили к такому-то, такому-то человеку, который призывает к этому, к этому. Естественно, у кого есть было желание, понимание, осознание, что в этом что-то есть, они шли к пророку Мухаммаду, и получали эту информацию. То есть в обществе не все люди готовы слушать какие-то фанатичные идеи. Но та прослойка, которая готова, ей только нужно показать, в какую сторону идти. И предупреждая людей, куда мне нужно идти, мы просто, получается, показом, куда нужно идти. Нужно смотреть, нужно доводить для людей опасность такого состояния, то есть фанатичного состояния. Не важно, это фанат религиозный, фанат музыкальный, фанат спортивный, потому что любой фанат в его действии проявляется агрессией. И много примеров, которые действительно из одного направления, так скажем, фанатизма, переходят в другое направление, в другое состояние. И вот так скажем, как перекати поле, они, эти люди, ходят из одного течения в другое течение. Поэтому наша цель, так скажем, как психологов, педагогов, просто граждан и родителей, это работать над тем, что работать над своим состоянием и потом уже над своим состоянием, которое вокруг нас. Здесь в предыдущем докладе как бы вопрос прозвучал, как, что мы можем сделать, там, так Ольга Серединина сказала, то есть сложно ответить, сложный комплекс, но у меня сразу как бы возник такой простой, ответ простой. Нужно научить ребенка любить, а для этого нужно научиться самому любить. И тогда все решится. То есть прежде чем, если мы боимся за своего ребенка, что-то, что у него может попасть, он может попасть под влияние каких-то фанатичных идей, это уже признак того, что в нашей семье не совсем все в порядке. В семье не ребенок проблема, ребенок он только является симптомом семьи. Нужно срочно не с ребенком бежать, психологу, а нужно самому в первую очередь самому бежать. И почему ребенок, у него появилась такая тенденция в лечении каким-то идеям, агрессивным, так скажем, идеям. И если человек это поймет, начнет работать, то все вопросы снимется, иншаллах, по милости Аллаху Субхануа Тааля. Дальше, причина деструктивной инфантильности, это причина инфантильной личности, деструктивность семья. То есть семья не способна создать благоприятные условия для формирования и воспитания сильной зрелой личности. То есть в этой семье идет дефицит любви. И про это уже не понаслышке, а по опыту своей работы я говорю. То есть все клиенты, которые приходят, с которыми я работаю, и работаю, скажем, получая достаточно глубокий метод психодрам, возвращаемся ориентировочно 4-5-6 лет. То есть проблемы туда. Практически, ну, наверное, все, кто работает, кто готов работать со своим запросом, возвращается к случаям, к травмам, к состояниям этого возраста. То есть там создаются благоприятные условия ко всем проблемам в жизни человека. И в том числе фанатизмы, к том числе экстремизму, и в том числе ко всем другим проявлениям, алкоголизму, наркомании, проституции. Всему, все, что есть, основа закладывается там, так скажем, я говорю уже, из опыта. Поэтому, чтобы избавиться от этого, нужно начать учить себя любить. Что такое любить? Любить — это принимать безусловно. Даже просто, когда я прихожу, так скажем, рассказать о чем-то, в данном случае о психологии, бывает, прихожу рассказать, и аудитория, которая, даже взрослая аудитория, я просто захожу в эту аудиторию, начинаю рассказывать, люди тянутся ко мне. Одна из причин, я вижу, в том, что я их принимаю такими, какие они есть. Какие такие есть? Вчера только был вопрос, как, ну, вы совмещаете религиозное знание, образование, мировоззрение с психологией. Ну, и вопрос к тому, что человек может прийти со своими греховными, со своими проблемами. То есть, не будешь ли ты меня осуждать? И потом выяснилось, что говорит, да, это вам, вам этим нужно заниматься, ну, вот, очень хорошо располагаете к себе людей. На это расположение именно заключается в том, что принятие человека такой, какой есть. Принятие такой, какой есть. И эта девушка молодая спросила, как я понимаю, она чувствовала это, но еще хотела удостовериться со слов, что да, ты меня не будешь осуждать. С чем бы я к тебе не пришел, не пришла. Если у нас будет такое отношение к детям, а такое отношение к детям, к тому контингенту, с которым мы работаем, возможно, только тогда, когда мы будем принимать, любить себя. Не осуждать. Принимать, любить себя. То есть, какой я хорош. Но это не самодовольство. Это действительно объективная оценка самого себя. Принятие такого, какой есть. Самодовольство будет, как мы знаем, человек все, он уже достиг совершенства. А если человек достиг совершенства, чем он должен будет заниматься? Исправлять других. Нет, не передача знаний, а исправлять других. А если он исправляет других, это уже тенденция фанатизма. Мы можем предложить то, что у меня есть. Это его выбор. Это его выбор. Но я про что говорю? Про самодовольство. То, что все, человек, если говорить, считает, что он достиг совершенства. А может человек достигнуть совершенства? Никогда человек не может достигнуть совершенства. Если он знает свою объективную оценку. Да, вот у меня это, это, это по милости Всевышнего. А мне еще нужно это, 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 это. Мы говорим у него объективная сама оценка. Эта сама оценка объективная, если человек сформирует, то все, которые в контакте с ним, все равно это состояние будут перенимать. Пусть будут дети, пусть будут взрослые. Естественно, в зависимости от близости, контакта, степень передачи будет различная. Но этот человек, у меня есть, так скажем, понятие, категории людей делю на две категории. Прожектора и светила. То есть прожектора тот, кто освещает другим, но сам остается в тени. При этом сам сгорает. А светила тот, который работает над собой, и уже вот этот свет, который появляется в нём, результате его работы, он сам по себе освещает вокруг него. И тот, кто хочет уже получить пользу от этого света, приходит к нему и получает пользу от этого света. И если возвращать фанатизм, который будет из категории у нас в фанатизме. Прожектора или светила? Прожектора, которые освещают людям, освещают, несут им истину, спасают людей, даже может быть против их воли. То есть принудительно пытается спасти. Вспомнил давным-давно в советское время был фильм Ролана Быкова «Айболит 66». Детский наивный вроде его фильм. В конце фильма этот Бармалей Ролан Быков говорит, там типа взрослые дети, если вы вдруг увидите кого-то, кто хочет за три дня сделать там всех счастливыми, то и остановить этого человека. То есть невозможно сделать всех людьми счастливыми. Это не наши прерогативы, прерогативы Всевышнего Аллаха Субхану И что на выходе мы имеем? Что нам надо? Себя любить в первую очередь. А чтобы себя любить, научиться надо любить. Дорогие, уважаемые коллеги, в нашем обществе, я скажу, очень большой запрет, дефицит любить. Тем более любить себя. И с этими проблемами приходят. И когда человеку учишь любить себя, учишь проявлять чувства, гнев, злобу и так далее, огромное количество проблем у него уходит из жизни. Человек начинает жить совсем по-другому в этой жизни. И такой человек, естественно, куда попало, под какие попало идти, не пойдет. И немножко схему для себя сделать. Схема еще очень сырая, потому что этим вопросом только недавно начал заниматься. Надеюсь, дальше буду развивать. То есть в фанатизме и дальше уже про экстремизм говорю, то есть первая степень в человеке появляется фанатизм. После какой-то определенной стадии потом уже он может идти в экстремизм. В фанатизме главное не личность сильная. То есть кто-то может быть руководитель какого-то движения, такая сильная личность. Нет, в любом фанатизме важна идея. Дать идею. И чем она крашу упакована, тем круче, как говорится. И не важно правильная идея, неправильная идея, главное она, чтобы была хорошо упакована. Скажем, построение коммунизма была идея, какая идея? Равенство, земля крестьянам, власть завода рабочим, власть советом. То есть была идея. во всех каких-то, так скажем, в этих движениях, инквизиции, борьба с колдуньями и так далее, и так далее. Так скажем, римская империя боролась с христианами, христиане, с этими староверами и так далее, и так далее. Идея сама нужна. Нацистская Германия своя нацистская идея. То есть в какой-то момент возникает какая-то прослойка в обществе, которое нуждается в сильной идее. И возникают те люди, которые пытаются использовать эту идею для реализации своих каких-то политических, экономических целей. Это я группу, так скажем, назвал «вербовщики». Ну, «вербовщики» там еще очень, наверное, много будет. То есть даже, грубо, можно сказать, вербовщики, те, которые делают это осознанно, вербовщики, те, которые делают неосознанно, это, так скажем, волонтеры, кто уже пропитался как бы этой идеей. И большинство это люди, которым то есть вот эта скрытая слабая личность высокомерия. Им нужна эта идея, чтобы утверждаться, самоутверждаться, что вот я такой, я круче вас. Я лучше. На ровном месте сложно сказать. То есть вы и я такой же человек, такие же люди. Так ведь? Особо отличий нет. ну, если вдруг какое-то особое отличие появится, то я уже отличаюсь. А если у этого отличия еще будут какие-то преимущества, то вообще это будет классно. И вот эту идею отдают слушателям. То есть слушатели это не все, кто находится в обществе. Потому что есть люди, которым как говорится никак не привить фанатизм. То есть зрелые, взрослые личности невозможно им какую-то идею закинуть. Но люди есть, которые слушатели, которые ищут что-то. Их тоже можно подразить на две группы. Те, которые ищут на самом деле, так скажем, если говорить про религиозный фанатизм, путь к Богу. Много людей, которые попадают. Из-за незнания, из-за той красивой обертки, в которую завернуто. И есть те люди, которые вот эти незрелые личности, которые высокомерны, им нужна идея. И они это выхватывают. Вот нам, скажем, будучи психологами, педагогами, родителями, нужно вот на эту зеленую слушателей сосредотачивать. Не с теми, которые призывают. С теми сложно воевать, сложно бороться, сложно убеждать. И они будут забирать огромные усилия, огромные средства, времени, возможность. Ими будут заниматься, есть кому заниматься теми, которые действительно в обществе находятся, которые ищут по-настоящему путь к Богу. То есть если тогда, когда человек только в поиске, дать ему настоящую религию, внутреннюю религиозность, и он вкусит сладость этой внутренней религиозности, то уже красивая обертка его не соблазнить, не обольщить. Конечно, таких немного. Таких, скажем, не все. Но насколько их будет больше, они будут как стержень в обществе, потому что вокруг себя они тоже имеют кого-то. Они будут потихоньку останавливать тот процесс, который может, так сказать, как снежная лавина скатываться, удерживать это все. И здесь вот уже про то, что говорили, нужен ли психолог в школе или нужен центр и так далее, применять все средства, возможные тому, чтобы формировать эту взрослую личность, до семьи деструктивные. Нужно создать что-то, что поможет, что поможет семье или заменит семью в какой-то момент. То есть, как есть идея теории привязанности, создания деревни привязанности, можно брать эту идею. Но факт то, что тому подрастающему поколению, которое есть, и то, даже не подрастающее, взрослое поколение, которое есть, которое ищет, чтобы оно могло найти то, что ищет. То есть, в принципе, общаясь с определенными кругами, которые непосредственно с этой проблемой работают, к идее того, что работать с имамами, я сказал, все равно же человек этот сначала приходит к имаму. И привели пример. Да, и этот неодинарный пример, сначала пришел в церковь. Что-то не понравилось. Пришел к мечети. Хазрату не было некогда. Вышел из мечети, его встретили братья, которые готовы дать то, дать знание ислама или дать хорошую идею. Готовы дать свои убеждения. Они готовы дать наработанное искусственное принятие, любовь. То есть там не понравилось, то есть там не понравилось, не сочли за человека, здесь некогда, а вот они меня приняли. То есть не важно в идее, важно в том, что человек получил. И для него этот человек будет очень важен, ценен, который его принял. Мама не смогла принять, папа не смог принять, родственники не смогли принять, никто не смогли. а вот они приняли. Таким, какой он есть. В большинстве случаев она неискренна, она наработана, отшлифована и так далее, но человек попадается на эту приманку. То есть исходя из этого, какой бы мы ни работу не вели, психолог в школе или центр, который занимается, там должны работать те люди, которые что? Которые, как один учитель сказал, когда я рассказывал про отношения, работает в школе, что есть отношения ролевые, учитель и ученик. И здесь эмоциональных отношений любви не должно быть, чтобы быть профессионалом. И он говорит, мне наоборот сказали, что если ты детей не любишь, то делать тебе в школе нечего. Я говорю, не имеется, я не имел в виду, то есть я там имел в виду любовь к конкретному человеку, там Вася, Петя и так далее. Всех одинаково, как личность, невозможно любить. Ну, можно любить свою работу и любить детей всех вместе, не отличая ни от кого. То есть вот эту любовь, которую, который вот любит тех, кто придет к нему, им не важно, он еще их не видел, но он уже любит. Вот тогда они будут у него брать. Пусть будут дети, пусть будут взрослые, поэтому все те, которые непосредственно на передовой находятся в контакте, в первом контакте с теми, которые ищут, должны быть такие люди, которые горят этой идеей донести до людей, что ислам, любовь. А потом, что с этим любовью будет делать, это уже его выбор. Пойдет он в церковь, пойдет он в мечеть, это уже его выбор. Не на нас лежит эта ответственность, наша ответственность донести до него то добро, которое положил нас Аллах Субхану и тогда иншал мы сможем что-то действительно ощутимое противостоять. Пока есть спрос, будет предложение. Как тут с имамом им тоже такую же примерную лекцию дал, было такое предложение. А давайте сделаем альтернативную. Нет, не любовь, а то есть вот есть экстремическое движение, а мы сделаем другую группу альтернативную, чтобы не туда сюда шли. Я говорю, ну, это же дело конкуренции. Если они еще краше предоставят, все, кого ты подсадил на это, перебегут туда. Я говорю, вот нужно сделать другую, которая будет возможность человеку дать вот эту любовь, а потом через эту любовь дать возможность искать самого себя, реализовывать самого себя, не только в религиозном плане, даже в жизненном, даже в профессиональном, в личном и так далее, и тогда этот человек будет уже спасен, и все, кто вокруг него в какой-то мере будут получать свет от того света, который возник в нем инча Аллах. В принципе, из того, что я вам хотел сказать, все, но еще я хотел, так скажем, как человек, которым психодрамой занимается, предложить такую одну виньетку, монодраму, и спросить вам, так скажем, задание, в какой момент нужно смотреть, есть ли фанатизм или нет. Готовы? Да. То есть, в принципе, сцена, человек, верующий мусульманин, на улице подходит человеку и делает призыв. так, вспомнил это из-за к кому обратиться, что? А, к кому обозначить. Давайте, я пойду. Давай. принцип психодраме. то, что есть протагонист, который работает, он говорит, а вспомогательница, то есть, я так скажу, например, протагонист, она вспомогательница, повторяет только за мной. То есть, мы будем все время меняться из-за двух этих ролей. То есть, я буду человек, который призывает, и как он. Я повторяю. Да. То есть, ты выслушиваешь, возвращаешься сюда, а потом я говорю. Потому что психодраме важно вот это развернуть, внутреннюю эту программу, а я эту программу сейчас проиграю, она не знает, она не в роли. Я не в теме. Да, ты не в теме. Девушка, можно обратиться? Девушка, можно обратиться? Девушка, можно обратиться? Тут, конечно, я понимаю, потому что психодрам не имеет важности к мужской, женской, не важно вообще, кто гибель, гибель, нет, важно, что олицетворяет протагонист его программы, что он в этом видит. Ну, просто, по-моему, он разговорной действий. Девушка, можно обратиться? Да, я вас слушаю. Девушка, вы знаете, что если вы не кремите ислам, и не скажете шахада, вы будете несчастны в этой жизни, и в вечной жизни попадете в А. Девушка, знаете, что если вы не кремите ислам, не кремите шахаду, вы не попадете пройдите? Чокнутый, что ли? Ты что, чокнутый, что ли? И вопрос. Какой момент нужно смотреть, если вам не хватает? момент осуждения? А? Момент осуждения, но обсуждаете ли вы отвечаете за то, что он вас назвал шахаду? То есть, есть ли негативные эмоции у вас? Да, то есть, если когда она сказала, что ты чокнутый, что ли, у меня появился негативный гнев, значит, что? я призываю к себе. Я к себе призываю. Я не к религии, не калат, призываю. Я к себе. Естественно, вот гнев уже, как? То есть, попытка все равно лишить человека выбора. Возмущение, как так еще? Судить, а как будет? Если спокойно, то здесь какая-то мотивация. Пусть я буду, так, действительно, я одерживаю этой идеей, я действительно живу в этом, понимаю, осознаю, это смыслом для меня жизни. Но если я, начиная это за рамки своей личной границы навязывать, это уже, так скажем, какая-то тенденция. Но если еще при этом не принимают и появляются у меня какие-то неприятные, агрессивные чувства, то это уже, как говорится, мы начали в опасную зону заходить. И очень много людей, так скажем, из опыта жизни, которые, может быть, считаются фанатичными людьми, но они являются фанатичными людьми. И это потенциальная группа, которая, попали в определенные вот приятные условия, они могут подхватить или все знамена и подхватить. Поэтому стараться максимум делать причину, чтобы в нашем обществе были такие люди, которые будут все, что мое, чтобы оно оставалось с моим. Хочешь, иди, не хочешь, не бери. Это же и право выбора. Да, да, да. То есть право есть свой право. Если право лишаем, то у нас проявляется этот экономизм. Но, к сожалению, у нас в этом плане нарушено, как в плане того, что мы нас не научили выбирать и когда нам, скажем, навязывают, мы тоже не умеем выстраивать границы. То есть очень многие люди туда попадают, потому что не каждый человек сможет сказать «ты что, тёпнуты штать?» То есть что было, чёпнуты, это всё было. Моя граница не лезет. Как же, не вешеный, не культурный и так далее, и так далее. Но, естественно, в принципе, те, которые работают в такой форме, как они не работают. То есть я пришёл и начал агрессивно, так скажем, предлагать. Естественно, она была бы такая. Но когда даже начинают мягкой формы преподносить, но человек понимает, что это не совсем это его, но отказать он не умеет. Отказать не умеет, потому что там какие-то, какие-то в районе 4-5-6 лет выйдут там. фанатизм лечится, или это всё-таки ображение? или это расстройство психики? Академия, процент фанатизма есть, наверное, в любом обществе? Нет, в любой идее, которая пытается себя утвердить, так скажем, есть, или даже не идея, а люди, которые пытаются утвердить эту идею, люди хотят утвердить эту идею, есть фанатизм. не то, что как пророк Мухаммад сказал, он просто призывал, то есть, занимался призывом, и когда даже стоев его, побили камнями, и он весь окровавленный шёл, и пришёл ангел, дебрил с ангелом горы, и сказал, сказал, нет, нет, они, говорит, не ведут, они не ведут, я надеюсь, из них выйдут. То есть, он действительно не призывал к себе, призывал к религии, и то, что вот я поставил, это ерунда. В нашем, как говорят, случае тут, это то, что про себя, говорится, про личность. А про то, что, в принципе, во-первых, фанатизм, мне кажется, это не шизофрения, то есть, шизофрения, это уже психиатрия. Если то, что не психиатрия, это уже касается психологии, и со всем, что есть психология, можно работать. Главное, чтобы человек сам захотел это. Взрослый человек. С детьми можно. То есть, Аллах, Субхануа Тааля, сделал так, что, детям нужна сильная пример, личность, на которую они будут опираться. Если в нужный момент не появился, или в жизни не было человек, и в нужный момент, так скажем, появится, он будет, так скажем, спасен. Появится та личность здоровая, которая поможет ему это сделать. Поэтому, в любое состояние фанатизма можно с этим работать, если человек хочет работать. Но, к сожалению, большинство, которые находятся там, на вершине горы, которые не слышат нас. не было. Я хочу сказать большое спасибо за прекрасную лекцию, очень полезно, содержательно было. мне там два вопроса. Первое, вы сказали про любовь, я хотел бы спросить, как правильно себя любить, как правильно понимать этого, по-моему, это было. Это первое. И второе, насчет идеи. как известно, против полного нет приема, если у него нет улова. Идея – это идеология. И есть факты, скажем так, которые дают выливую идеологию, противодействуют, у нас тоже должна быть какая-то своя идея, очень сильная, противодействующая ее. Что мы можем предложить, в свою очередь, чтобы, скажем так, человек, в первую очередь, превратить, ну и ушел, кто-то туда. А если уже ушел, скажем так, делайте. Первый вопрос, уточни, что-то это. Как любить себя. А как любить себя, да, я вот тебя. Я, как бы, ну, неприлично на вопрос вопросом отвечать. Вопрос можно задать? Конечно. Как научиться левой рукой писать? Ты левый пишешь или правый? Правый. Левый, как научиться? Тренироваться. Тренироваться? Любовь то же самое. То есть, любовь – это навык, который формируется в нас. В голове его сформировать нельзя. И этот навык сформируется в тот первый момент, когда ребенок появляется в этот мир. То есть, мать его берет на руки, или кто берет и проявляет чувство любви. И первый год подносит к груди, он заплакал, она прибежала к нему, он описывался, извиняюсь за выражение, она подходит к нему, проявляет, сопровождает вот эти действия, которые ему крайне необходимы. то есть, он голодно преподносит к груди, но если она преподносит, проявляя любовь, он понимает, что это любовь. Ну, то есть, оно такое чувство. И так далее. И по опыту уже так, своей работы, консультативной работы, такой опыт был, то есть, человек ищет любви, но в какой-то момент понимает, что человек получает любовь, но он не видит любовь. И уже в процессе работы, а что такое любовь? Человек в шоке. Мне кажется, что он не знает, что такое любовь. И начали искать, нужно любовь, безусловно, принять, искать опыт в жизни, этого, безусловно, принять. И нашли когда-то, какой-то родственниц, как-то еще, этот ребенок был маленький, нянчил с этим ребенком. И когда прожили вот это состояние принятия, то есть, девочка, подросток, чужой какой-то ребенок, что там, если проявляет понимание, безусловно, она никакой выгоды не имеет, просто вот, безусловно, принять. Тогда человек начал понимать, и говорит, я, говорит, оказывается, всю жизнь был окружен любовью. Всю жизнь окружен любовью, но не понимал, что это любовь. То есть, это опыт, который нужно формировать. Или найти, так скажем, какой-то опыт жизни в детском возрасте, когда там закладывается, его уже взращивать, культимировать. То есть, сказать, что ты люби так-так, по опыту, скажем, невозможно. Вот голова, сознание, подсознание, не формируется. Нельзя, то есть, сознание может непосредственно командовать подсознание. То есть, когда, например, водители, в любых каких-то экстремальных ситуациях, человек что-то быстро делает. То же, вождение, экстремальный, раз, вырулил, сделал, он вводит машину без сознания. Но когда учится эту же операцию, что проделать, ему нужно очень много времени. То есть, соотносительно очень много времени. Поэтому, сознание может формировать этот коп. То есть, мы можем найти где-то какой-то, или он может попробовать, ага, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и да, это вывести. Получится копотно. Головой, я не знаю, не видел, не слышал, что можно получать в голову. Все делаю вставь, делаю вставь. Потому что это чувство, ощущение. А чувство, это у нас сердце, сердце должно иметь это такое. По, еще второй вопрос. Про идеологию. Про идеологию. Идеология, то, что если вот у меня есть идеология, я верю в ислам, исламские идеологии. Я, в первую очередь, чтобы в проблему, фанатизм человек не ушел, какая должна быть религиозность? Говорили? Внутренняя религиозность. То есть, внутреннее состояние. И тогда я человеку могу сказать, да, и у меня путь к Всевышнему, через ислам, я верю в ислам, и верю, что это единственный путь. А человек выберет, не выберет, это уж не будет. Мы можем предложить то, что у нас есть. Не нужно предлагать, если мы верим, что это действительно путь счастья в этой и в той жизни. Придумывать какую-то идеологию будет бессмысленна. Она все равно приведет к тому, что мы будем призывать к себе. То есть, я придумываю какую-то, скажем, систему, и в конце концов я буду призывать к себе. И много таких людей, много, скажем, идиотных людей, и много и коллег, и коучерки и так далее, и так далее вроде бы призывают, так скажем, профессионализм к каким-то навыкам, но в конце концов немало людей впадают, начинают призывать свои личные. Только у меня учились вы, только у меня лечились, только у меня они и они не они не «Восстание «Ой, ой, 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 ой». Они «Ой, ой!» ewriad « Hotline matters mitt